Если все-таки кто-то смотрит, кто-то захочет мне миллион дать, я знаю, как его потратить. Он очень хорошо зашел, и мы второй сезон потом сняли. После вот такой вот скучной, рутинной работы, я подумал, это работа мечты. Пишет и ситком, и мелодрам. Да, мы хотим на свои деньги снимать. Мы хотим жирком обрасти, честно говоря. Просто какое-то чудо природы. Как говорится, яйца в одной корзине не держим. И с тех пор мы вместе снимаем. Мы команда. Всем привет, это видеоблог «Серийный продюсер». Меня зовут Николай Пак. У нас сегодня разговор с продюсером сериалов Шопан Батербаева и руководителем компании «Сатэ Медиа». Я все правильно сказал? Все правильно. Продюсер, знаете, у нас больше года нашим каналам. Я часто общаюсь с продюсерами. И там часто звучит фраза, что так как никто не знает, за нас обычно говорят наши проекты. Расскажите, пожалуйста, какие основные проекты, я знаю, у вас их много, которые вы делали для казахстанского телевидения. К сожалению, только для казахстанского телевидения же. Поэтому начнем с «Домашних войн». Это были «Домашние войны». Несколько сезонов. Да, три сезона «Домашних войн». Они у нас успешно довольно-таки прошли на телеканале «Астана». Тогда мы были новичками. Это был первый проект. Страшно за него переживали. Это был павильонный ситком, да? Да, это был павильонный ситком. Я в тот момент, будучи, повторюсь, новичком, ошибочно полагала, что ситком – это самый легкий жанр. Думала, это один павильон, одни и те же актеры, законченная история в каждой серии. Поэтому решила начать с ситкомов. Но, чтобы не рисковать, решили пригласить на этот проект Алексея Кирюченко. На тот момент он уже снял… «Слугу народу», который снимал, да, режиссер? Да, который «Моя прекрасная няня», «Сваты», «Папины дочки». Вот эти все сериалы – это его. И, чтобы так сильно не рисковать, мы решили его пригласить. Это было прям очень правильно, я думаю. До сих пор я рада, что мы начали путь с таким человеком, с таким режиссером. Ну, затем, значит, были два сезона телесериала «Жибек». Да, «Жибек» – известный проект. Да, «Жибек» – известный проект. Причем, интересно, это уже после, значит, «Домашних войн», после первого ситкома, это наша была первая мелодрама. Вот сейчас мы смотрим и понимаем, что, ну, например, много недоработок там было. Но при всем при этом он как-то так зашел зрителю. Это удивительно вообще, не могу понять, в чем там. Вот, он очень хорошо зашел, и мы второй сезон потом сняли. Потом у нас была «Саларман», 60 серий, и со «Саларманом» мы получили «Тумар». «Тумар», гордимся этим. Да, потому что этот сериал у нас был такой, очень, знаете, на такую злободневную тему о девушках, которые бросают детей. Да, то есть мы вот, основываясь, можно сказать, на реальных событиях, которые в то время нашумевшие были, вот мы вот оттолкнулись от этого. Вот, затем у нас, что у нас, «Шаровым» был, вот, «Черек, сыры, один, два». Сейчас мы тоже вот снимаем. Мелодрамы? Мелодрамы, да. Мы поняли, что, знаете, у нас получается лучше мелодрамы для женщин, а женщин, наверное, потому что мы сами женщины, мамы, вот все мы, кто создаем, в основной своей массе мы женщины. Посмотрите, у нас еще гости, они делятся, знаете, если коротко брать, то на несколько категорий продюсеров, некоторые, например, там, КВН, шоу-бизнес, телевидение, там, сериалы, ну, там, кто-то, вот, журналисты, или работали, ну, телевидение, либо там, какой-то печатных изданий, потом какие-то программы, например, и потом сериалы. Ну, есть еще киношники, которые снимали кино, потом начали снимать сериалы. Вот вы, скажем так, из какой отрасли пришли к сериалам? Ну, я, например, не в те продукты, у меня самые, наверное, радикальные там сериалы. Я вообще на телек пришла таким, знаете, долгим, долгим ветиватым, можно сказать, путем. Вообще у моего папы была мечта стать режиссером. Он мечтал стать режиссером, хотел выступать в Афгик, он прям очень серьезно к этому готовился, но его отец, мой дедушка, не разрешил ему. Потом он поступил в Санкт-Петербурге в Лиси, он стал архитектором-городостроителем. Там он познакомился с моей мамой, и я там родилась. В общем, вот, и у меня была мечта поступить в Санкт-Петербурге в Институт культуры. Честно говоря, я сама не знала, на какой именно факультет. Тогда же помнить еще интернета не было, нельзя было так онлайн прогуглить. Мы с папой решили, что я поеду туда, и мы там на месте решим, какой факультет выбрать. Я все-таки хотела заниматься именно чем-то таким. Чем-то на телевидении, но не знала точно кем на тот момент, если честно. Мы поехали с папой после того, как я школу закончила в Санкт-Петербург, и там так случилось, что накануне убили девушку из Средней Азии, прям злостно так. И папа сказал, все, ты не останешься, и мы вернулись обратно. Я потом поступила в Нархоз, видимо, надо было мне сначала экономическое образование получить. И вот так вот на 10 лет, на 10 долгих лет я отошла от своей, так сказать, мечты. И в следующий раз такой шанс выпал, когда мои друзья, у меня есть близкие друзья, и Нура, Эндрю, которые живут в Австралии, они занимаются разными видами бизнеса, но вот одним из них была эта дистрибьюция. И они мне предложили, значит, хочешь заниматься. Я очень обрадовалась, честно говоря, такому шансу, и решила с ними работать. Дистрибуция видеоконтента? Да, видеоконтента. То есть мы занимались дистрибуцией видеоконтента, да. Там были, знаете, куча межпрограммок. Вы были, как сказать, как закупщик из Казахстана, покупали иностранный педоволь каст. Нет, они открыли свою дочернюю компанию. Здесь, да? В Алма-Ате, да. Я к ним съездила, они меня всему обучили, показали все основные принципы и так далее, и так далее. И мы здесь открыли дочку. Мы продавали их контент, получается, австралийского производства. Ну и мы не на только на Казахстан, мы на регионы России продавали, мы продавали на страны Восточной Европы, даже в Африку продавали. Вот так вот мы занимались, значит. Это было вообще такое счастливое время, честно говоря. Знаете, после скучной офисной работы... А вы до этого работали? Да, я работала. Я после наркоза работала в нацкомпании, потом работала в банке. И после вот такой вот скучной, рутинной работы, я подумала, это работа мечты. Потому что надо было отсматривать контент, нужно было смотреть разные фильмы, мультики, межпрограммки. Вот. И потом договариваться с людьми. В общем, было очень интересно. Ну, конечно, там были и растаможки, и кассеты таскать надо было. Там в то время еще на кассетах все это было 12-13 лет назад. Но, тем не менее, мне это очень понравилось. Мы поработали в этой компании, и через года полтора, наверное, они решили закрыться. Все-таки. Вот, они закрылись. Вы там поработали полтора года, занимались дистрибуцией, да? Да, занимались дистрибуцией с моими друзьями с Австралии, с Айнурой и Эндрю. И, честно говоря, до сих пор им благодарна вот за этот шанс, который они мне подарили. Вот. И они решили закрыться, но я уже осталась с контактами, с наработанным каким-то опытом. Уже, в принципе, меня знали не только у нас на наших каналах, но, например, и в России знали, у кого мы покупали контакт. Мы на все рынки ездили. Ну, вот. И, значит, я решила открыть уже здесь компанию. Но такие золотые времена дистрибьюторов в то время уже так заканчивались, потому что каналы стали сами больше ездить на рынке, сами больше закупаться. А, то есть раньше вы были как бы агентом от страны, как бы посредником, да? Все каналы обращались к вам, например, да? Ну, не все каналы, допустим. Ну, какие-то, то есть... Хорошо, то есть вы им предлагали что-то на свой, в том числе, как бы вкус вы говорили или учитывали то, что нужно им, да, искали для них и... Да, да. Мы были такими посредниками. Да. Вот. И когда уже сама я решила открыться после, значит, после того, как они закрылись, я решила, знаете, что нужно, значит, контент этот дублировать на казахский либо на русский язык. Ну, или на казахский и на русский язык. И так мы решили открыть дубляжку. Мы открыли дубляжку. А, то есть уже в каком-то готовом виде уже, да? То есть решили продавать. То, что вот... То есть то, что я привезла, я поняла, что это лучше всего будет теперь дублировать. Мы открыли дубляжку. Вот 10 лет нашей дубляжной студии. Да, мы, получается, одними из первых были частных студий, которые дублировали. Вот. Оборудовали все так. Это опять новая была для меня сфера. Вот. Эти ребята, которые 10 лет назад ко мне пришли, так, слава богу, и работают. Вот. Мы вместе так же работаем. Основной костяк. Сука, режиссер, режиссер, актерский состав. Вот. То есть это наша такая деятельность, дублирование, которое 24 на 7 и постоянно. То есть если съемки, вы сами знаете, что это не постоянно же. есть заказ, нет заказа, сезонная работа довольно-таки. А дублируем мы как бы постоянно. Круто. Вот. И вот так вот, значит, мы дублировали. И в какой-то момент я подумала, что а почему нам не производить и не снимать самим. Ну, так пришли. Это вот в 2000, каком? Это 2012 год. 2012 год. И с тех, как в 2012 году уже я стала задуматься о том, как бы вообще к этому подойти. Да. Ну, было такое мнение, мое мнение, что я отсмотрела столько всего, что я теперь смогу. Да. Вот. И, значит, когда я занималась дистрибьюцией, я со многими людьми познакомилась. Вот. Ну, например, там, из Кейти Гугея Чешвили, вот, которая в Москве, там, познакомилась в тот момент с Наргизой Солом из Ташкента, которая вот мы, Супер Кельничек, ее вот такая знаменитая комедия. Вот я с ней познакомилась, и мы подружились. Я купила весь их контент, который у них был. И когда уже решила снимать сериалы, я позвала ее. А вы сразу сериалы начали снимать, да? То есть не снимали программы? Ну, вы же смотрели много сериалов? Да, я смотрела много сериалов. Я отсмотрела кучу сериалов. Ну, вообще много контента. То есть работа дистрибьютора, она такая, да? То есть ты смотришь, 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 выбираешь. Вот. И я позвала ее. Вот. И с тех пор мы вот вместе снимаем. Мы команда. То есть я генеральный продюсер, она креативный продюсер. То есть получается, вы такой коммуникатор, то есть вы зашли в одну отрасль, ну, благодаря в том числе связям. Да. То есть там освоились, появились много контактов, создали там бизнес. Да. Создали новый бизнес. Да. И, ну, я так понимаю, потому что вы уже коммуницировали с руководителем канала. Да, конечно. По крайней мере, это вы были не человек с улицы. Да. Кто сказал, давайте я попробую снять там, например, сериал. У меня есть вот эти люди, которые это могут сделать. Было именно так. Потому что, ну, например, когда мы ездили там в Каны, там в Прагу, не знаю, в Москву, в Киев, на все эти рынки, конечно, я всех со всеми познакомилась. Со многими, если не со всеми, то со многими программными директорами. С директорами телеканалов. Ну, либо с закупщиками просто. Да. Ну, вот первый свой проект, скажите, там как-то трудно было? Домашние войны? Ну, да. Ну, то есть самый первый проект, вы делаете первый сериал, до этого вы его все-таки смотрели в готовом виде. Конечно, было. Наверняка есть большая разница, да? Да, это была очень большая разница. И я говорю, нам очень повезло, что Алексей согласился, приехал и поставил нас на рельсы. Это, ну, так повезло. Что он на тот момент был свободен, когда нам именно надо было, потому что у него очень такой же плотный график. он приехал, и как человек, художник такой, который широкими мазками, знаете, вот он немелочный. Я не знаю, я не могу вам описать даже, как нам с ним повезло. То есть он все те недочеты, все то, что мы здесь не успели подготовиться нормально, и так далее, и так далее, он ни во что как бы нас не тыкал носом. Хотя мне говорили, вот он, ты зря так замахнулась, приедет, тебя прям растерет порошок зачем-то, говорили мне, да, что новички мы. Ничего подобного. Приехал он совершенно прям спокойно с нами, вместе готовился, поставил нас на рельсы. Круто. Ну, еще круто то, что это еще было в 12-м году, потому что в 14-м, например, я первый раз поехал на Киев-Медиа-Вик, было очень все грустно, тогда у них все эти политические события были, России не было. Я тогда вообще не понимал, честно говоря, смысл рынка, это тоже только вообще, ну, не тоже, вы уже работали, я начинал, я не понимал, почему все, вот, условно говоря, говорили про дистрибуцию, ну, то есть предлагали какие-то готовые решения, я думал, что мы переехали на то смотреть форматы, как бы, вот. И после этого, вот в 14-м году я тоже вот приглашал украинских режиссеров, ну, там, специалистов мы сюда звали, но мы тогда смогли звать, потому что у них был очень, ну, вот этот период был очень тяжело, российские все ушли, российская индустрия вся ушла от них, и они там, ну, в том числе по деньгам, и тогда мы как-то еще могли это делать, вот. Ну, и, конечно, удивительно, что еще в 12-м году, условно говоря, такой востребованный достаточно режиссер. Да, он очень востребованный. В 12-м году у нас прошли все переговоры, и в 13-м, в январе, мы запустились. То есть, вот так было. В 13-м мы запустились, да. Вот. Ну, а что со сценаристами? Ну, ситком же это такие там специальные сценаристы, по сути. Да, ну, вот у нас сценарная группа, она такая постоянная. Высклавляет ее вот наш креативный продюсер Наргиза Солом, она и сама пишет, и, значит, у нас есть девочки, одна живет в Калининграде, Женечка Палихова, одна у нас есть в Ташкенте еще, Эля Хасанова, вот, и у нас есть и в Алматы. У нас сценарная группа, она такая постоянная, то есть авторская группа. То есть она пишет и ситкомы, и мелодрамы, да? Да, да. Но мы, когда вот этот первый ситком писали, значит, я говорю, это было мое ошибочное такое мнение, что это самый легкий жанр, с которого мы можем начать. Да, с того, можно сказать, самый тяжелый. В сценарии активное участие принимал сам Алексей. Нам в этом память повезло, конечно. Первый сезон, то есть он нам хорошо так помог. Потом он нас также познакомил и свел с Кириллом. Кирилл Бин, это тоже украинский режиссер. Вот, и мы уже с ним первый досняли, второй сняли. По-моему, только на третьем он был занят, и мы пригласили наших ребят. Понятно. Ну, получается, вы уже столько лет этим занимаетесь, а скажите, как вы вообще считаете, будет ли какой-то у вас следующий шаг, ну, если даже отслеживать вашу историю, конечная цель, конечная мечта. Нетфликс такая, да? Нетфликс – это продолжение вашей деятельности. Ну, бывает, ну, я знаю, и, честно говоря, я немножко даже на своем канале немножко даже борюсь с этим, ну, как я называю, такой какой-то киношной иллюзией. Ну, я убежден, что, ну, сериалы, ну, лучше стремиться на Нетфликс, чем стремиться в вот этот условный придуманный Голливуд, который, ну, в общем, я считаю, это схема старая. Я тоже так понимаю. Ну, и человек, который сидит дома и считает, что он пишет один сценарий, ему не надо ни с кем коммуницировать, потому что, ну, там, потому что он, по сути, получается, он должен быть абсолютным гением каким-то, просто какое-то чудо природы, потому что ни с кем не коммуницирует, пишет сценарий, и вот он ждет, когда какой-то подюсер придет, а потом он возьмет и скажет, ну, ладно, ты и без образования, ты и режиссером будешь этого фильма, и главной роли будешь сниматься, и вот ты покоришь всех. Мне кажется, это очень много вредит нашей индустрии, и просто молодым, потому что, ну, они должны не так действовать, мне кажется. Я тоже так думаю, да. Ну, смотрите. Ну, вот есть у вас в направлении, там, например, как у нас. У меня, знаете, один успешный серий, ну, как бы успешный, неуспешный, там, в общем, меня награждали, и мне говорили вот так вот, классно же будет, давай, если у тебя будет второй сезон, а если еще там, типа, еще будет классно, то ты же можешь и кино снять, ну, то есть, кино это какое-то, я говорю, да нафига там снимать кино, там, условно говоря, сериал про расследование, мне, ну, и ни нафиг не нужно здесь. Кино какое-то, причем тут, ну, как, я не стремлюсь к тому, чтобы, знаете, кино это все, и я вот, вот открыл, я ради этого живу. Но люди по-разному, согласитесь, в нашей индустрии, кино это что-то. Ну, вот смотрите, я думаю, что фильм нужно снимать в нескольких случаях. Если у тебя есть такая идея, которая тебя так жгет, так сказать, что прям невозможно ее не снять, тогда, возможно, даже это артхаусное кино должно быть, наверное, вот такое, которое ты просто хочешь снять эту историю. Есть же немало таких вот примеров. Второй момент, что мы хотели снять фильм, это у нас было, например, в прошлом году, мы даже в этом году думали, но мы хотим, знаете что, мы хотим на свои деньги снимать, мы хотим жирком обрасти, честно говоря. Жирком обрасти сильно не получается, вот, но мы хотим рисковать своими деньгами. Не знаю, насколько это правильно или неправильно, но у нас вот есть такое, как бы, такая точка зрения, потому что, чтобы потом нам никто не диктовал, условно говоря, мы хотим сделать так, как мы хотим. Вот, ну, вот как бы фильм, фильм, да, можно снять, но такого, как сказать, чтобы только к этому стремиться, у нас нет. Ну, вот я имею в виду, если брать вас саму, кто-то хотела поступить в Петербургский институт культуры, была какая-то мечта, то есть, по сути, вот вы сейчас и занимаетесь, да? А, все понятно. Я занимаюсь этим, да. Ну, классно, значит. Сейчас, вы знаете, что мы сейчас в ближайшем будущем хотим сделать, это, как и вы, снять веб-сериал, да? Или как вот, для интернета, чтобы он был. Вот такой мы сериал хотим. У нас есть идеи, у нас есть сценарий уже, вот. Наверное, мы, наверное, к этому. Мы хотим снять сами, выложить и посмотреть. Вот мне последний, то есть, предыдущий гость был, Сакен Токтагулов, он делал для Салем социал-медиа. А, Сакен, да, я знаю. Сериал «Карапаим кроват». Да-да-да. Ну, к нему по-разному отношению есть, но просто цифры, которые мы с ним обсуждаем, у него первая серия 6,6 миллионов, а он рассказывал, что у него за неделю миллион просмотров. Ну, я так понимаю, что это, ну, как сказать, если так, ну, это потрясающий результат, я считаю. Это потрясающие результаты, но, ну, но мы хотим что-то другое снимать. Нет, нет, я понимаю, я просто к тому, что когда есть прецеденты, знаете, то есть, что в принципе, понятно, есть там разные причины, почему смотрят, как и так далее, но я к тому, что просто, ну, вот в его случае, понятное дело, что он делал под заказ, то есть, это просто пример, если брать чистый бизнес, без творчества, я понимаю, хотя бы плюс-минус, наверное, можно какие-то затраты окупить на, ну, на веб-сериал, там, понятно, с небольшим бюджетом, потому что до этого просто это было, ну, просто невозможно, и все, ну, как бы, ну, нереально все. Идите, снимайте, показывайте свое творчество, и, как бы, как сказать, ну, ну, все, то есть, денег вы там не заработаете никак, а с учетом того, что это сериал, там, первую можно классно показать, там, вторую, в третью уже какую-то, я не знаю, плюс-минус рекламу, ну, когда миллионы, конечно, это можно, ну, какие-то, я не говорю, что какие-то огромные деньги нужно заработать. Ну, честно говоря, мы для Салема тоже хотим снимать, вот, у нас даже были переговоры, но вот с этим карантином все немножко так затормозилось. Я так понимаю, у всех были переговоры с Салемом. Ну, я думаю, да, потому что они сами стали... Потому что мне стали, молодые режиссеры стали приносить сценарии, которые они разрабатывали для Салема. Я там вижу, что у них, в общем-то, тематика очень часто перекликается между собой. Ну, то есть, это было, наверное, творческое задание, дано было нескольким командам на одну и ту же тему, например. Наверное, да. Вот. Ну, это круто. Но у нас прям с вами совпадает, потому что я, ну, по фильму, да, у меня не то, что я прям ненавижу полный метр и так далее, я там, ну, был сценаристом, участвовал в наших вот прокатных фильмах. Я совершенно с вами согласен в том плане, что если ты хочешь рассказать эту историю, условно говоря, в короткометражке, то если ты будешь в своей жизни жалеть, что ты не сделаешь, лучше ее сделать. Да. Если ты хочешь снять фильм, прямо тебе кажется, что это прям лучше сделать, но как бы если... Так просто фильм ради фильма, знаете, это для меня как бы... Ну, причем, видите, я, как сказать, сама там не певица, там, у меня детей певцов там или шоу-бизнеса нет, никого у меня, честно говоря, не нужно. У тебя у вас мало мотивации делать фильмы. У меня нет мотивации делать фильм ради фильма, вот, просто для того, чтобы там кого-то пропиарить или что-то пропиарить, такого нету. У меня есть в голове цифры и, как говорится, прямой расчет, сможем окупиться, не сможем окупиться, это же риск. Расскажите, пожалуйста, вот про вашу команду, больше про то, как у вас устроено, ну, в команде, то есть у вас есть, ну, там, креативный продюсер, да, то есть, условно говоря, который больше творческим, сценарным занимается, да, а сама компания, просто, я вот тоже сталкивался, я стал уже тоже, знаете, делить на категории, есть, условно говоря, такая форма, ну, вот как у Баст Продакшена, и потом мы разговаривали еще с Ерланом, то есть, это когда много, как бы, ну, в основном, это КВ-чки, они собираются в одну команду, они занимаются там и ивентами, там, и той бизнесом, ну, как бы, снимают, например, сериалы в шоу, становятся популярными, у них такая схема, да, основные деньги у них приходят, вот, из выступлений, там, на корпоративах, на АТОях, вот, ну, это одна, там, примеру, схема, есть люди, которые, такие очень производственники, скажем так, у них много техники, и они там, ну, наверное, я не знаю, обижу, экономики нет или нет, ну, что-то вроде там, MG Production, или вот, у которых большой, как сказать, резерв, ресурс какой-то сложный, может быть, в том числе большой техники, там, вот, кто-то там упирается в режиссер, есть такие режиссерские продакшни, режиссер, там, вот, у вас какая, какая форма? Так, у нас, знаете, какая форма? Значит, мы, как говорится, яйца в одной корзине не держим, вот, у нас, мы занимаемся, видите, не только производством сериалов, или не только производством контента, мы пробовали, честно говоря, и программы снимать, нам это не очень понравилось, вот, и, но такой опыт у нас есть, мы даже ездили в Киев, в Киеве снимали, вот, значит, основная деятельность, это у нас дубляжная студия, это то, что, то, что это постоянно генерит, и то, что нас держит в тонусе, потому что там эфир, и мы в основном дублируем сериалы, и там, неважно, карантин, болезни, или что-то в этом роде, это вообще совершенно никого не интересует на канале, там есть конкретный эфир, и, значит, это держит нас в таком тонусе. Значит, вот у вас есть определенная команда, кто занимается дубляжом, Да. специалисты по звуку? Конечно, конечно. У них есть какой-то, ну, то есть, или вы руководитель? Нет, у нас есть координатор, координатор нашего, нашей дубляжки, Дина, которая тоже со мной 10 лет, и она координирует, значит, дубляжную студию, в дубляжной студии у нас, как в театре, есть постоянная, так сказать, труппа, это из четырех постоянных актеров, два женских, два мужских голоса, вот, и также, если, например, нам необходимо, то тогда уже прибавляются туда еще другие голоса актеры, либо дети, ну, разные совершенно. А там есть звукорежиссер постоянный, на постоянной основе, есть режиссер сам непосредственно, есть укладчик, который, если это синхронный, тогда, значит, укладчик, есть, значит, редактор, и есть переводчики, то есть переводчики, естественно, они у нас не сидят нигде, они там работают удаленно, редактор ими руководит, их деятельностью, вот, дубляжная студия, она у нас постоянно работает. Такое отдельное направление. Да, это наше такое отдельное основное направление. Самым главным направлением сначала была дистрибьюция, то есть я как возила, так и возила фильмы, мультфильмы. Могу вам сказать, что привезла я очень хороший, в свое время, очень хороший контент, скажем так, например, мультфильмы студии Гибли, это вот Миядзаки мультфильмы, мы их привезли, отдублировали на казахский, то есть такая возможность у детей была посмотреть эти шедевры. Миядзаки прям искусство. Это искусство, да. Я еще недавно узнала, что они, оказывается, знаете, Миядзаки без сценария снимают. Он никогда не знает, куда приведет эта история, можете себе представить. Это вообще какая-то фантастика. Вот, я в свое время привезла, значит, мы много привезли, категории А, категории Б, фильмы. Ну, то есть, а вот сотрудники, которые занимались этим направлением, это были кто? Это как и административные больше, как бы люди там? У нас там прямо, я вам не могу сказать, что это много людей. Это я, я и у меня есть еще одна девочка, и вот мы вместе, значит, отсматривали, ну, что там, в общем, не надо много людей. Ну, я просто, я не совсем развиваюсь. Это в основном, значит, переписка на английском языке, в основном была. Вот, и, значит, и не только на английском, например, я думаю, что я одной из первых стала привозить в узбекское кино, например, в Казахстан. Это, то есть, смотрите, вы параллельно дистрибуцией занимались до недавнего времени, или вы до сих пор? Я до сих пор продолжаю заниматься. Вот эти узбекские фирмы, которые четыре в пять выходят, ну, выходили, по-моему, на 31-м, это вы привозили? Ну, не обязательно только я. Например, сейчас есть и другие, кто занимается, но на заре, так скажем, конец двухтысячных годов. Ну, потому что у вас партнер, да, ну, как бы из Узбекистана, поэтому вы... Да, у меня там друзья, у меня там партнеры. А как с правами вообще, как вы... Ну, в смысле, они как-то их... Ну, я так примерно понимаю, как... Ну, в смысле, то есть я не понимаю, как работает узбекская индустрия кино, но примерно понимаю, как они их там делают, да, ну, снимают. Вот, но потом, они же, наверное, где-то не регистрируют их? Ну, почему не регистрируют? Регистрируют, все регистрируют, все законно, конечно, да. Вот. В свое время, значит, вот, 10 лет назад, может быть, 11 лет назад, мы прям ходили в каждую студию, все документы проверяли, то есть каналы, телеканалы не боялись брать у нас, потому что у нас были проверенные, очищенные права, чтобы это не так, что вот одна студия сняла, а права остались у продюсера или у режиссера, или у кого-то еще там, кто дал деньги и так далее, и так далее. То есть мы это все проверяли, у них тоже все очень законно и нормально организовано. Вот. И у меня там есть друзья, поэтому, в принципе, до сих пор мы узбекские фильмы так и, значит, продаем. Вот. Ну, вот, значит, это вот. А на сериалы, да, вот это тоже направление дистрибуции, скажем так. А на сериалы вы в основном собираете людей, или же, ну, вот у вас авторская команда, которая... Авторская постоянно. Да, она постоянная, она пишет сценарий, то есть получается, по сути, у вас в начале года, ну, понятно, что у всех у нас такая задача, но в любом случае обеспечить работой, например, авторов, да? Конечно, да. И еще кого-то, то есть вот у вас еще есть партнер, ну, креативный продюсер, и остальных вы берете в аутсорс, то есть под проект. Конечно, да. Да, то есть вся остальная съемочная группа, это люди, которые приходят под определенный, под конкретный проект. Да, понятно. То есть конкретный режиссер, конкретный оператор и остальная вся съемочная группа, да. Вы приглашаете исполнительного продюсера? Да, конечно, приглашаете. То есть вас приглашенный, но у вас просто есть люди, которым вы часто работаете, да, и часто приглашаете. Да, да. Расскажите, пожалуйста, смотрите, вот вы уже упомянули о том, что вот, например, один-два проекта. Как вы считаете, вообще у нас, ну, не у нас, вообще это должно работать? С одной стороны, видите, с точки зрения бизнеса, да, понятно, что, например, компания должна ставить себе план, ну, как я думаю, да. Ну, например, у меня форма компании, она такая, я, у меня в команде много административных работников, скажем так. Я пришел из какого-то корпоративного сектора, мне очень трудно, то есть, чтобы я вот был один, вот у меня только один помощник, да, то есть я беру, условно говоря, менеджеров, они, ну, не выполняют творческие функции, но они выполняют как бы, то есть они готовы обслужить больше проектов, скажем так, набрать еще людей и так далее. И тогда я себе в голове каждый год, у нас же такой бизнес, что мы каждый год заново все у нас, например, даже если вы в прошлом году сняли первый сезон, у вас есть надежда, что будет второй, даже если высокие цифры, но это же еще абсолютно не гарантия, да, может быть и новое руководство, либо старое руководство думает, ну, нет, нам сегодня про роботов нужно, например, да, да, вот, и я для себя думаю так, что если в этом году я сниму три сериала, то есть это, это, как сказать, возможность моей компании, ну, в смысле, мы это можем сделать, то это будет такой, ну, нормальный, как бы, год, нормальный сезон, в котором мы будем много работать, понятное дело, но, как сказать, но мы, например, не потеряем там в качестве там и так далее, но с другой стороны, ну, это такая, как бы, одна сторона, да, как побольше проектов, но мы знаем, там есть компании, которые могут там больше, два, двенадцать проектов и так далее, с одной стороны, руководители каналов думают так, ну, как бы, если у тебя много проектов, ну, вот выбирают продюсеров, если они знают, что у тебя много проектов, они могут думать, а он нашему проекту не будет уделять внимания, и в этом, в принципе, есть определенный, как сказать, резон. С другой стороны, компании, которые вот так вот, условно говоря, каждый год начинают заново, скажем так, да, не обладая, ну, то есть в любом другом бизнесе, у вас, например, даже вот в озвучке, да, в какой-то, есть какая-то условная, какая-то капитализация, возможно, может репортационная, может вы такое место на рынке завоевываете, да, а мы как бы каждый раз, как бы заново, и пока не возникнут большие компании, ну, так, относительно большие, мы же не видим, там, какую-то самую казуну из этого, но большие компании, которые спокойно смотрят, например, в следующий год, да, мне кажется, и индустрия тоже будет двигаться, ну, очень медленно, потому что каждый раз возникнет, понятное дело, что и вот наша компания возникла как новичок, и может быть кому-то, ну, там, кто-то думал, кто это такие, зачем им дали, там, и так далее, но с другой стороны, каждый раз возникают эти компании, ну, там, вокруг режиссера, продюсера, и пока это все будут все небольшие компании, да, ну, мне кажется, очень слабо что-то сдвинется, потому что каждый раз у нас будет немножко, ну, там, мало компетенции, мы можем только накапливать ее с годами, знаете, то есть, а не будет такая, например, ну, вот вы знаете же, украинский рынок, как он там, фильм Юэй, это большая компания, накопленная экспертиза в производстве, и они там, они могут сейчас сериал просто снимать, потому что думают, что он зайдет, не продавая сразу, просто делая, и все, может у них есть ресурсы, заказы, и так далее, вот эти две стороны, с одной стороны, потерять качество, когда много проектов, а с другой стороны, нет больших компаний, ну, по сути, ну, что вы думаете по этому поводу? Как вообще правильно? Я, знаете, я не могу сказать, например, за руководство телеканалов, как они думают, и как они там распределяют, как вообще это происходит, да, но я думаю, что все равно они же смотрят на то, что на репутацию этого продакшена, есть ли у него своя какая-то база, техника и так далее, и так далее, и так далее, то есть мне кажется, мы все равно идем к этому, что будут вот нескольким крупным компаниям, нескольким крупным, крупным, условно говоря, в наших реалиях продакшенам, давать заказы. Например, вот последние примеры, по-моему, об этом и говорят, что телеканалы тоже устали уже от того, что их там кидали, да, условно говоря, какие-то продакшены, какие-то ребята приходили, брали заказ, но я слышала, что есть такие случаи, когда они просто могли выключить все телефоны и пропасть. Удивительно. Да, я вообще не знаю, как это они делают, но вот, как бы, мне кажется, телеканалы все равно к этому придут, по моему ощущению. В то же время, с другой стороны, мы не можем это, как говорится, нарочито как-то сделать или продиктовать. Все равно будут молодые ребята, которые будут думать, что чем я хуже Николая, или чем я хуже там этой Батербаевой, пойду и возьму сам заказы, сам все это сделаю. Ничем не хуже, пусть идут, пусть делают, но опять же, я считаю, что функция продакшна и функция продюсера именно в этом и заключается, чтобы обезопасить вот этих людей, которые к тебе пришли, отработали, и потом они вместе с тобой, чтобы вот это вот год-два не ждали заработную плату свою. то есть если у тебя есть вот этот ресурс, что у тебя есть какие-то другие доходы, возможно, или у тебя есть другие какие-то, я не знаю, что это может быть, связи, что ты пойдешь, может, возьмешь в долг и заплатишь группе. И потом, то есть вот мне кажется, что у молодых ребят, которые идут и говорят, я сам тоже сделаю, у них вот этого не хватает, вот этого понимания, как мне кажется. Но это не остановишь. Да, да, нет, я понимаю, но просто мне кажется, вот эта роль продюсера тогда она просто... Сама эта штука, когда молодой приходит, ну вот я тоже за то, я, честно говоря, был на одной, это касалось не сериалов, других проектов телевизионных, я был на одной сходке продюсеров, и там вот это вот я слышал, что типа там... Надо запретить, да? Давайте соберемся, ассоциацию сделаем и запретим. Я говорю, как вы запретите, в смысле? Кстати, прям там, мы вместе были. Да, так нельзя, да. Да, ну это бред. Но я просто, опять-таки, блин, во всем виноваты киношники, но видите, как в обществе, как мне кажется, есть такая парадигма, что-то вроде про молодых режиссеров, то есть это вообще штука вышла вся из авторского кино или из советского какого-то кино. То есть есть человек, который просит заказ, хотя по идее вопрос не просить, а вопрос же сотрудничать, да, по идее, а он как бы просит и вот этот молодой талант. С точки зрения руководства каналов часто тоже такая же киношная парадигма, то есть им надо помочь. По сути, каналы, но они уже сейчас точно, конечно, к этому пришли, и они все говорят, мы работаем не с режиссером, мы работаем с продюсерами. А продюсер – это, понятно, творчество одно, одно, второе, третье, но это еще, грубо говоря, какая-то фабрика, я не знаю, то есть какой-то организм, который, ну, творчество – это только одно, а там правильный документ оборот, там всякое, ну, множество, короче, сделать сервис такой, который, вот. Ну, вот, когда получается, когда такой молодой, например, режиссер идет, ему, понятно, со временем все равно станет продюсером, потому что все это свалится на него, просто, и он потом начнет, и он потом поймет, почему вот я вот бунтовал, почему все так делают, надо совсем по-другому, и потом, видишь, он то же самое делает, да, ну, по сути. Вот, и вот это вот, вот это вот кино, в которое выделяются деньги, вот, знаете, такая вот какая-то схема, которая в голове у людей, просто я там в фейсбуке смотрел, и там, и вот, как вот таким дают деньги там, ну, и так далее, какие-то вопросы, а нужно надо давать нам, и когда я задаю вопрос, почему вам, потому что это поддерживает таланты, ну, вопрос талантов, как раз таки, мне кажется, должны, мы, вот мы должны заниматься, то есть канал говорит, вот я хочу такой проект, и мы уже должны, ну, в смысле, приходит к нам режиссер, конечно, мы будем плохие, если мы молодого, не увидим в нем потенциал, какого-то режиссера, сценариста, не увидим никакой, потом он нам это докажет, это действительно, мы станем, будем такие какие-то слепые, но это наша должна быть функция, я тоже так думаю, они должны прийти к нам, мы должны в них поверить, не поверить, а если у кого-то канала завтра верит в какого-то, и вообще играет в какого-то такого, ну, Уолта Диснея, который поддерживает таланты, да, но это, мне кажется, не совсем такая правильная история. Ну, вот мы, например, сами все время отсматриваем краткометражки молодых режиссеров, смотрим, смотрим, на том же, сколько там просмотров было, есть вот, например, краткометражки, у которых, вы знаете, по 5-6 миллионов просмотров, которые вообще... У нас сейчас режиссер один, который у него 12, этот, ну, он еще не снимал, вот любой снимает проект. То есть, вот у них, у них получается, смотрят их не только в Казахстане, там, в России, в Белоруссии, там, в Украине, и так далее, и так далее, то есть, есть такие ребята, мы их приглашаем, разговариваем, то есть, мы все время стараемся вот эту базу режиссеров, условно говоря, держать у себя в голове талантливых режиссеров, потому что, в принципе, им тоже надо давать шанс. Конечно. Давать шанс снимать, да. Ну, просто, я думаю, это же только первый шаг. Второй шаг, это чтобы человек понимал, как это будет сниматься, то есть, оно не будет сниматься так, как он, например, снимал свою короткометражку. Ну, конечно, да. Ну, там немножко все по-другому, ну, и писаться будет немножко по-другому. В связи с этим, вы знаете, вот мы в этом году решили, значит, попробовать следующее. Значит, хотим так предложить, кто хочет пройти практику, проходить прям практику у нас на площадке. Совершенно безвозмездно, бесплатно, я не знаю там, но мы тоже не будем платить им, и они нам не будут, как говорится, и чтобы они проходили практику, вот так вот прямо на производстве. Вот, например, наши ребята, которые из дубляшки, мы собираемся проводить мастер-классы, потому что, например, я считаю, что незаслуженно задвинутые работники дубляжа, вот, они вносят огромный вклад в развитие языка. Угу, При всем при этом, о них никто не говорит, о них нигде не слышно, правда же? Да. Хотя они что делают? Они на этом же поле работают, можно сказать, для того же телезрителя. Вот, и мало кто идет в дубляжники. Поэтому мы думаем, чтобы наш режиссер, наш режиссер, наши актеры будут давать мастер-классы у нас в студии. Мы так собираемся, значит, подрастить, так сказать, молодое поколение. Ну да, но это мы тогда уже ведем речь о том, как нам, как сказать, без институтов, без вот этих всех, этих новостей новых людей, потому что есть, с одной стороны, как бы много людей, которые хотят там заниматься кино, с другой стороны, практичных, ну, практически, этих людей, которые на понятные позиции, с квалификацией, их очень мало. Да, согласна с вами. Режиссеров очень много, есть, у нас есть точно талантливые, но просто у нас же не всегда задача выявить самых, ну, как сказать, потенциально талантовых. Иногда у нас просто задача, условно говоря, чтобы человек мог снимать, там, например, 15 минут в день. Да. Режиссер, это бы, ну, из-за этого качества не страдало. Или больше. Да, либо больше, да, ну, у нас вполне может быть такое. Да, вполне возможно. или делать кратчайшие сроки. Да. Вот, например, к разговору вот о сценаристах, у нас же, я постоянно просто этот разговор поднимаю, ну, в смысле эту тему. По сути же вопрос не совсем про таланты, вопрос о том, что, например, когда вот мы делали в прошлом году 70 серий, кто может, ну, это уже данность, просто так получилось, что заказ такой, и сроки очень маленькие. Кто может выдавать, условно говоря, по 5 серий в неделю, понятно, не один человек, а большая группа, но даже количество тут, понятно, имеет значение, но тут как бы все равно вот это вот, это же все равно скоординировать как-то всех этих там, условно говоря, 12 сценаристов, да, там распределить между ними, ну, у нас просто не могут, с одной стороны, кажется, не так много таких заказов, с другой стороны, там, ну, условно говоря, не могут, просто не готовы пока к этому, да, и вот и получается, что, ну, когда получается проект, очень часто у него вводных данных много таких, там, срок, ну, в смысле, кто этот крепкий должен выдержать, там, да, например, то есть, ну, ты думаешь, вот ты сейчас можешь молодому, свежему дать какую-то этот, а с другой стороны, это вполне такая прагматичная, ну, так скажем, как сказать, мелодрама, например, про страсти, и как бы, и вот есть чувак, опытный режиссер, он это сделает, там, условно говоря, с этой выработкой, и он будет 4 месяца работать, да, или молодой, да, которым ты завтра, может быть, ну, я не знаю, что, через 3 дня тебе исполнительный придет и скажет, он там не может, или там, вот как он у нас, вот мы обсуждали в нашем чате, там, мы говорили, там, не знаю, там, он обиделся, он считает, что ему подрезают крылья, его обиделы обижают, ну, то есть мы же понимаем, что это не означает, что человек неталантлив, это не означает, что он какой-то плохой, ну, просто это такая другая мясорубка, да, в которой, возможно, нужны другие качества, например, ну, вот такая. Ну, мы, например, всегда смотрим все равно на прошлый опыт, у нас еще, в принципе, не было такого, чтобы человек к нам пришел вообще без опыта в сериале, вот, то есть, хоть один сериал, нет, наверное, у нас Руиса пришел, и у него это был первый сериал, мне кажется, так. Руиса, хороший. Очень хороший, да. Руиса, не нравится, прям подходил. Вот. Ну, да, ну, вот то, что вы сказали про практику, это был второй его проект, я вспомнила. Мы тоже, мы даже если, ну, один из навыков, это просто ты был внутри этого, может быть, ты не постановщиком был, вот ты понимаешь, что это, что вот, ну, условно говоря, да, и вот каждый день, 6-1. Нельзя болеть, нельзя. Нельзя болеть, и вот просто надо понимать это, это без вопроса, там, не вопрос таланта, то есть, понимание, ты идешь на это осознанно, да, или же, как бы, есть такой опыт, нет такого, ну, все это разные все-таки вещи, ну, в смысле, вот, и хорошо, что я говорил о том, что если вы практику такую будете делать, мне кажется, это будет интересно, потому что, ну, и, наверное, какой-то, наверное, надо им будет, тоже, в плане, и ответственность, чтобы они это тоже ощутили, так, ну, как сказать, не так пришел, ушел потом, ну, наверное. Вы знаете, я так думаю, что будут те люди, которые придут, уйдут, и ничего страшного, это нормально, например, в любую сферу люди приходят, уходят, например, дубляжных студий тоже в свое время открылось очень много, они потом, да, многие позакрывались, и так далее, то есть, приходят люди, уходят, продакшенов тоже, вы знаете, они там каждый год открываются, куча, потом некоторые закрываются, некоторые работают, также и на площадку, я думаю, будут люди, которые придут, уйдут, но будут люди, которые зажгутся, которые поймут, что это их сфера, я почему так говорю, потому что, например, много людей просто даже не знают же, что есть такая сфера, как телевидение, вот, и что там очень много хороших профессий, например, очень много прикладных профессий, например, я всем мальчикам, которые вот заканчивают школу, многим говорю, дети, попробуйте, представьте, только режиссерам, режиссерам монтажа, попробуйте себя в этих профессиях, особенно у тех, у кого хорошо с техникой. Потому что мне кажется, что нужно привлекать свежую, молодую, так сказать. Ну да. Я вот сейчас, вы уже упомянули про веб-сериалы. Я, конечно, вот здесь, ну, как скажем так, из-за того, что это постоянно висит надо мной, я, конечно, постоянно смотрю за молодыми, потому что я думаю, что я со своими и сам, как старик, со своими стариками телевидением, киношниками, наверное, больше. Может быть, приду, ну, и сделаем что-нибудь, но, может быть, не такой подход нужно искать, нужно какой-то вот такой, как сказать, ну, короче, это не телек, поэтому надо к нему серьезно подойти, в том плане серьезного, серьезного, прям, выражения лица, но понять, что сейчас мы не просто нарубим себе каких-нибудь, как мы привыкли, да, нужно как-то по-другому, с одной стороны, с другой стороны, вот, вот этим ребятам, молодым, мне кажется, они как раз-таки могут себя в этом проявлять. Проявлять, да. Да, и вот мы, когда, каждый раз, когда я встречаюсь с молодыми сериями, спрашиваю, зачем вы дальше краткую метражку снимаете, если вам лучше снимать сериал, потому что у вас, если появится, ну, вот у тех, у кого даже по 6 миллионов, появятся люди, которые захотят смотреть следующую серию. Сними следующую серию, пусть она чем-то будет похожа, за другой стороны, люди подсядут на это в какой-то степени. Подсядут, да. Это же будет контент, а я, например, как продюсер, уже буду видеть, что у тебя есть понимание, как это, ну, там, дальше, в том числе, как ты пишешь. Ну, не только я, потому что миллионы, это серьезные миллионы просмотров. Как ни крути, что бы там ни было, понятное дело, но это сейчас, по-моему, даже для телеканалов это тоже какой-то, как сказать, один из таких, ну, показатель, вот раньше это вообще просто игнорировалось, и все. Что-то там где-то там. Сейчас это все-таки... Ну, вот при всем, при этом, например, вы смотрели веб-сериал «Бар на грудь»? Да, смотрел, да. Ну, не все серии. Ну, это же шикарно вообще. Да, конечно. Настолько очень классные идеологии там, и персонажи настолько хорошо прописаны. Ну, вы видели, что у них нет миллионных просмотров. Да, ну, я думаю, что... Где вот этот рецепт? Я думаю, как и во всем, там, в кино, или вот, смотрите, вот мы можем к этому вернуться, мне кажется, уже опытным путем все выявили у нас, что на телеке, если ты хочешь рейтинги, все-таки это надо делать мелодраму на казахском языке, понимаете? Вот, это не означает, что если мы в какой-то другой сериал, он будет плохим, просто его будут меньше смотреть. Мне кажется, это такая же история. Но, мне кажется, конкретно в «Барри на грудь» они не используют вот этот вот... Один из главных инструментов в сериале, это то, что люди хотят смотреть из серии в серию. И не из принципа, я еще посмотрю, что им такое прикольное, а просто тупо, что будет дальше. Что будет дальше вот с этим героем или с этими людьми. И тогда у них возникает, как сказать, иногда они могут вообще, честно говоря, не обращать, но «Бар на грудь» все-таки эстетически так прикольно и тоже снят. Да, да. То есть, это такая хипсерская немножко. Они, наверное, и делали, получали удовольствие, опять же, представляют. Да, да, да. И те люди, которые смотрят, и вообще «Бар на грудь», он такой вот, мне кажется, ты в нашей, как сказать, такой, как правильно назвать, креативной тусовке и в коллективном кругу хороший пример, который нужно обсудить. Хороший пример, да. Ну, возможно, вся страна действительно его не видела, ну, в России там или где-то. Вот. Мне кажется, если нету этого инструмента, ну, это немножко тяжелее. Знаете, это как фильм «Альманах» делать, да. Некоторые же заходят или там все ориентируются на реальную любовь, да. Ну, она похожа на «Альманах» больше. Ну, это великий там, ее делал человек вообще, и это все круто. Но мы же понимаем, что даже прокат «Альманах», он не будет так сильно смотреться, потому что это все-таки какие-то зарисовки, такие небольшие истории, красиво переплетены, все такое. Ну, в фильме, в структуре человек раз, и что-то так, что-то, что-то, конец какой, да, там. Что будет дальше, да. Да, в сериале вот, что еще дальше будет, да. А что, вот он в конце мы оставили, ну, вы знаете сами все это прекрасно, в сериалах, здесь все эти приемы, да, крючок. А что в следующей серии? Мне кажется, если это не применяется, то надо быть готовым к тому, что это могут смотреть как штучно, такие вот, так сказать, такие жемчужинки, знаете, так. Ну, а этот сериал такой, знаете, вот когда еду ешь, уже не останавливаешься. Просто, знаете, там просто уже, бывает же так, что сериал смотришь, уже все раздражают, уже просто, ну, уже надоели. Но, ну, вот побег из тюрьмы, например, какой-нибудь четвертый сезон, уже все они, ну, вот всех их знаешь, и все они куда-то бегут, и чего-то спасаются, а этот такой умный. Ты все равно не можешь остановиться, ну, хорошо, и что, ну, и что дальше? Что-то там вы еще там что-то там придумали. В этом плане мне вот нравятся сейчас, например, вот эти вот короткие сериалы. Да. 8, 10, 12. Ну, это, по сути, это новые полнометры, мне кажется. Это настолько здорово. Да, они очень крутые, потому что теперь полтора часа такую историю не рассказываешь, все, что хотел в большой картине, ты уже рассказал, еще это главами так, ну, в смысле, Это настолько круто, да. Я думаю, что вот нам вообще, ну, я не знаю, ну, нам, наверное, надо же стремиться к этому и как-то что-то придумывать, но я пока так не вижу сильно особо выхода. Я понимаю, что сейчас, с одной стороны, на самое золотое время, потому что сейчас появились российские стриминг-платформы, есть международные стриминг-платформы, и мы видим, что появляются турки там, испанцы там, ну, кто угодно, ты можешь выйти на казахском языке, если сказать, историю. Но она должна быть очень интересна людям, только не только из Казахстана. Если раньше это было обязательно на английском, американец, взять американца, то нет, сейчас мы можем рассказать про себя полностью. но это должна быть очень крутая история, она может быть не так прям сильно круто и дорого снята. Все это... Ну вот, с одной стороны, это одно, а с другой стороны, я не понимаю, за счет чего мы можем как бы такую историю сделать. тут смотрите, мне кажется, высший пилотаж... Как мы можем попасть на Netflix? Расскажите. Высший пилотаж – это рассказать какие-то очень сложные вещи, как такие сложные, но в то же время базовые, таким очень простым языком, близким. Это, я считаю, высший пилотаж. Например, молодой папа, как они сняли, вопросы религии, вопросы веры, вопросы вообще человека в целом, вопросы этого Ватикана. И они как рассказали это? Таким человеческим языком. Каждый персонаж имеет там очень такие человеческие черты характера, привычки и так далее, и так далее. Поэтому это смотрится. Я очень долго не смотрела этот сериал, он же 2016 года, по-моему. Он каждый раз выходил в рекомендуемые рекомендации. Я не смотрела. Ну что там, прям про Ватикан, как ты думаешь? Но так как я очень люблю джедолог, решила посмотреть все-таки. Я так втянулась. И на самом деле, вот там каждая серия, каждый диалог, каждая речь этого папы, это настолько говорится о таких сложных и глубоких вещах. Но это все очень таким простым языком. И ты думаешь, ага, вот он же тоже там любит эту вишневую колу, условно говоря, курит там. То есть, как миллионы других людей. Они настолько очеловечили вот этих, казалось бы, служителей этой церкви. То есть, мне кажется, это высший пилотаж. Не знаю, как это нам сделать. Ну, видимо, к этому стремиться только надо. Ну да, но я вот вижу, что выход, если разложить по логике, то есть, как процесс, то основа всего понятная, это сценарий в сериалах и еще более важнее, чем в кино. Согласна. Да, но когда мы сможем такие истории, ну, хотя бы не такие, а каким образом можем на путь этот стать, да, чтобы хотя бы в развитии этого. Я вот сейчас плохо себе представляю, потому что, ну вот, у меня за последний год у меня произошла такая эволюция, скажем так. У меня были некоторые идеи, как сценаристы можно было объединять там и так далее. Вот, я думал даже вот, даже где-то анонсировал, хотел в январе сделать сценарную конференцию, и вообще, чтобы все сценаристы пришли и как-то начали с друг другом хотя бы общаться, потому что у нас все такое, знаете, там каждый сидит, что-то там читает. А сценаристы, это же люди такие очень... Да, вот я, кстати, вот у меня в декабре в Киеве был мастер-класс, и там были действующие сценаристы украинские, которые с ними пишут сериалы, и я, ну, мне был мастер-класс, я им рассказывал там какие-то вещи, а потом я вышел и уже в самолете летел и думал, и по сути, ну вот они, они есть, грубо говоря, какой-то, ну, как сказать, это есть те люди, которыми я хочу, чтобы стали наши, но они все равно все больше, ну, у них ценность, это вот, они пишут, во-первых, чтобы их оценили, и как бы вот это вот, ну, плюсы от того, что ты сценарист, потому что ты можешь писать что угодно, можешь дома сидеть, там, да, там, ну, ты там, так сказать, ну, ты пишешь, находишься в этом мире тоже, классно, все такое, вот, я подумал, что, наверное, может быть, я вообще где-то иду против природы сценаристов, понимаете, они же интроверты, они хотят сами. что-то объединимся в группы, вы, вот вы, вы объединитесь в группы, и вы-то вместе будете сильнее, чем мы каждый пооделись, Я думаю, это не работает. Да, я вот немножко разочаровался, ну, не разочаровался, я разочаровался в своем подходе, в своем, ну, как сказать, в своем методе, скажем так, планируемом. И я, и вот сейчас я нахожусь в таком, как бы, как сказать, растерянности, скажем так, потому что, с одной стороны, есть примеры компаний, которые строили системы авторов, то есть они все развивались, развивали авторов, встраивали свою систему, есть там, ну, условно говоря, это в основном комедийного жанра касается, какие-нибудь там, комедии-клод-продакшены, или в Ай-Би-Дабу, из того, что мы можем видеть, ну, или даже тот же, вот так и убег, да, когда вот у него авторы внутри, они развиваются, и все внутри развиваются. А есть там, ну, там, как вот среда работает, да, то есть она просто, как сказать, относится действительно авторов, к авторам уже как готовым специалистам, и как бы берет их сценарий, ну, там, они вместе редактируют, ну, в общем-то, это вот их произведение, они потом, ну, экранизируют. Условно говоря, с учетом того, что первого, я так все-таки думаю, наверное, кто-то обидится на это, у нас таких готовых специалистов нету, вот, которые вот просто вот, что-нибудь напиши, как бы, да, а мы, ну, интересные, а мы вот это все снимем, вот, а вот какой-то социализации, объединений в группы не получается, и поэтому я сижу, и я в растерянности, и поэтому, ну, вот в этом методе я немножко вот, ну, как сказать, в своем методе я разочаровался, не в людях, понятное дело, да, что это все-таки сценаристы, это люди, которые, ну, они в этом и видят прелесть, что они одни, могут сидеть, что-то писать, не надо ходить, не с ним начать. Да, но я думал, что они могли бы объединиться в группы, ну, в общем, и поэтому у меня сейчас нет какого-то решения, но я понимаю, что оно какое-то появится, наверное, потому что меня, меня это беспокоит, даже не в плане самого себя, ну, в смысле, не в плане нашей компании, а в плане того, что должна найтись какая-то трещинка в плотине, ну, мы же, как бы, мы из Казахстана, мы предприимчивые люди, да, и мы должны туда как бы потихонечку начать пробивать, потому что, ну, есть отрасли, в которых там наши казахи пробиваются, условно говоря, там певцы, там клипмейкеры, кто-то еще, но в основном это основано на таком, больше на таланте, индивидуализме, скажем так, а, ну, сериал, он не может быть там, ну, в смысле, это все равно какая-то командная работа. Это однозначно командная работа, вот у меня с точки зрения бизнеса, я хотел спросить, как вы видите вообще перспективы нашей, ну, вот компании, то есть, ну, понятно дело, что мы, наверное, будем еще дальше чему-то учиться, пытаться делать что-то еще лучше, ну, и так далее, но вот если вот взять такую историю, если к вам придет человек, скажет, что, ну, вы понимаете, там, да, по, как сказать, скажет так, вот, я вот хочу инвестировать в вашу компанию. Так. Например, нельзя, это миллион долларов. То есть, инвестировать не так, чтобы вы мне через год отдадите, там, миллион плюс сто тысяч. Так. А вот я хочу, чтобы, ну, есть же компании, которым нужна капитал, да, капитализация, чтобы они могли развиваться и увеличиваться в стоимости. Так. Вот. Что бы вы сказали, что бы вы могли предложить им, ну, такому человеку? То есть, есть ли вообще смысл в инвестициях? Просто у меня такой разговор был, там, мне не миллион предлагали, но мы разговаривали вообще о возможностях, да? Говорили, а может быть, нужно как-то, ну, я не знаю, там, вот ты говоришь, там, ну, там, мы замкнутом круге, там, да, нам нужно как-то развиваться, там. Ну, вот если бы у тебя были, то есть, тебе инвестировали деньги, но не так вот, как не меценатство, знаете, да, вернул, да, а все, вот у тебя купили долю твоей компании, что ты можешь сказать? Я же, ну, я говорю, ну, по сути, я ничего не могу, потому что я могу закрыть свои какие-то кассовые разрывы, например, это одно, могу взять, снять, ну, риски, ну, что-нибудь, например, сериал или фильм в прокат, но это тоже все речь идет о том, что что-то делали, вернули, а если я сниму еще сериал за свои деньги, и, возможно, его никто не купит, ну, это сверх риски, как бы, да, то есть, ну, в смысле, поэтому, а что сделать так, куда мне вложить деньги, чтобы в моей компании, что, ну, было больше техники, не знаю, свое издание, это же не дает прямую никаких преимуществ, по сути, то есть, не увеличивает твой привлекательный, скажем так, да. У вас это очень интересный вопрос, и вы прямо на него сами ответили, чисто говоря. Это мой же ответ, а у вас... Ну, это правда, я так и тоже так думаю. Ну, вот что бы я сделала, я бы тоже, возможно, сняла бы один фильм, даже два фильма сняла бы, потому что мы считали, в принципе, смогли ли один хороший, вот, попытались бы продать его или снять его вместе с китайцами, условно говоря, например, с расчетом того, что мы потом на Китай, на китайский рынок, вот. Да. Вот. Так-то больше тоже не могу себе представить какие-то... Ну, это же не инвестиции не компаний просто у тебя, это инвестиции в проект, который, если получится, он даст, а если не получится, то, в общем-то... Совершенно верно, да. А так, ну, больше не вижу никаких путей. Я думаю, ну, вдруг я что-то просто тоже не... Я поэтому... Такой вопрос для меня, он такой тестовый, знаете, то есть, потому что, ну, мы же понимаем, что, в принципе, мы уже вообще сидя дома, просто в карантине, тем более, мы это уже, как сказать, сидя дома, ну, там, какие-то вещи делать, понятно, более неудобные. Ну, то есть, от этого не уменьшается наша ценность, да, там, потому что это, в общем-то, продюсирование проектов, которые набираешь людей, там, пишешь. Да, ну, и потом мы вообще недавно поняли, что мы все время находимся в состоянии препродакшена, то есть, мы все время думаем, что бы зашло, что бы можно было бы... Да, да, совершенно точно. Что бы можно было бы, например, предложить телеканалам и так далее, и так далее. Как бы еще больше, допустим, что еще больше зашло бы телезрителям? То есть, мы же не делаем авторское кино, пархаусное, условно говоря, сами для себя, там, для узкого круга. Мы делаем для заказчика, для телеканала, с его конкретной определенной аудиторией, с его определенной сеткой, с его надеждами, или, как сказать, не надеждами, это слово плохое, Ожиданиями. Ожиданиями, да. Ну и с курсовыми тоже предпочтениями. Да, с курсовыми предпочтениями. То есть, мы, в принципе, работаем для конкретного определенного телеканала, если то, каждый раз мы думаем, что бы еще можно было бы сделать, чтобы это было не просто, как сказать, поливалово, а хороший продукт, но в то же время рейтинговый, в то же время это не сложная история, чтобы было, потому что зрителю не заходит сложная история. В общем, конечно, вот мы в постоянном находимся в таком, оказывается, при продакшене, как бы, да? Да, да. Ну вот, я вот просто уже, как сказать, какое-то время я просто это изучал, чтобы, ну, чтобы набраться, как бы, опыта, профессионализма, там, компетенции. Ну, профессионализм такое, знаете, может быть, люди там из какой-то другой страны, более разной индустрии, понятное дело, да, что это все так вопрос относительный, но в любом случае на этом рынке, ну вот, а сейчас я просто думаю, какой-то нам нужен скачок, и я вот прям не вижу, ну, не скачок, а направление, куда можно попробовать прыгать. А направление, мне кажется, что вот только в интернет-пространство. В интернет-пространство. Мне кажется, там будет тоже уже понятно вообще, как мы попадаем, не попадаем в зрителя. Потом, например, нужно учитывать, что в основном молодежь, да, в основном молодежь сидит. Хотя, с другой стороны, посмотришь, сейчас уже вроде не в основном молодежь, да? Нет. То есть, скажу вам честно, значит, мы еще точно не изучили, мы пока находимся в процессе изучения, в процессе оценки, так скажем. Вот то, что нам нравится, это типа, как бар на грудь. Мы бы хотели так. Но при этом есть такие риски, что даже они, сделав это в России, у них нет тех цифр, условно говоря, как у Сакена с его карапаем-хайратом, хотя он на казахском языке и так далее. Да, ну вот, знаете, там есть такая, вот то, что касается стриминга, там прям прилетают цифры, а наоборот такие, вселяющие надежду. Звучит на то, что стриминг, ну, не за все стриминги платят молодежь, как бы все равно это. Да, да, да. 15, 10, 5 долларов, каждый месяц снимаются, то есть, они либо выберут один, либо просто на торрентах смотрят это. Вот, последняя цифра, это то, что я увидел в каком-то интервью, и, по-моему, мне это подтвердили, вот, что вот этот стриминг-проферма-старт, они делают оригинальный контент, ну, плюс еще какой-то российский, они делают все только, ну, там, на русском языке. Вот, у них 700 тысяч уже этих подписчиков, подписчиков стриминга, там у них, по-моему, 3 доллара, или не помню сколько, но так или иначе, это уже какие-то вполне ощутимые цифры, скажем так. И это не только молодежь, соответственно, это может быть какой-то средний возраст, да, который смотрит со стриминга. И, ну, для меня это прям была новость номер один, потому что мне казалось, что все это такая больше инвестиционная история, то есть, они вкладывают в будущем, там, а это уже сейчас, А это уже сейчас, очистительное число, получается, увеличивается, карантин, например, сработал наоборот, это все было до карантина. Да, да, да. Карантина наверняка сработал в плюс еще, да, как бы, и так далее. Поэтому, как бы, я так понимаю, что, в общем-то, в мире вокруг нас все говорят, что всем нужны сценаристы и всем нужны контенты производители. Да. Вот, ну, вроде у нас там, как бы, тоже нужны, нам надо просто какой-то сделать скачок и встроиться вот в эту систему, понять, мне кажется. Или можно, конечно, подождать, она сама как-то придет, да, рано или поздно, наверное. Но, просто, когда смотришь, какие сейчас выходят сериалы и мне кажется, что мы их никогда не догоним, просто потому, что не надо этого уже делать. Они уже так много, так качественно это делают, что ты думаешь, а когда я вот вообще, вот у меня такие мысли даже, ну, даже не мысли, ну, понятно, мысли, идеи, как это все будет переплетено, круто, да, то есть, ну, в смысле, сейчас же не ходят такие сериалы, ой, мне тоже такая идея была, они, ну, такие, очень такие интересные. Очень интересные, конечно, да. Но я поняла, что я больше зритель HBO. Вот, мне, мне больше, мне больше самой нравится все то, что они производят. Не, я когда, вот я когда говорю Netflix, я имею в виду, что это условно и общий, ну, понятно, что Amazon, это как бы, просто слово стало собирательным, понятное дело, что у них там, каждый день все равно пытается свой почерк сделать. да, да. Ну, то есть, я просто поняла, что я больше потребитель или телезритель, зритель продукции HBO. Мне это больше нравится, начиная там от секса в большом городе и заканчивая сейчас, например, молодой папой такой. круто, сколько вот у вас этих, сколько у вас подписок? Я вчера делал ревизию, понял, что от двух отписался, мне стало жалко денег, я от ОК отписался, и ВИЯ не отписывался. Ну, вы знаете, у меня, так как сын в Штатах, учится, сейчас на ганикулах, вот у нас с ним подписка на Netflix. Да, общая фэфет, это премиум, на пять человек. вот это вот у нас с ним такая есть общая подписка. Вот, больше, конечно, он там смотрит, я никак не могу, вот, вот в основном, вот это только у нас подписка, конечно. Я просто, блин, я вот, у меня нету еще вот этих Дисней, Эппл ТВ, вот эти все что. Нет, у меня тоже нет. У нас вот с ним только, и то потому, что вот он там сам все сделал, и просто дал мне. Да, да. Но мне также, я же дочери скинул, говорю этот пароль, короче, я там тоже битьеводственникам скинул, наверное, у меня такой аккаунт, который на разных частях мира, люди с одной, я поплачу одну, с одной подписки они смотрят. Вот тоже самое. Да. Хорошо, ну, я хочу спросить вас еще вот об актуальном, про карантин. Да. Как вы его прошли? Ну, я знаю, что и вы, но там и мы начали съемки, вот какие сейчас трудности, как вы вообще видите эту ситуацию, ну, вот в перспективе, что будет вот в этом году? Вы знаете, к карантину я отношусь, или к этому, к коронавирусу я отношусь более-менее спокойно, потому что это проблема не только там наша, или Казахстана, ну, в целом мир весь живет сейчас в этой реальности новой, поэтому я отношусь спокойно к этому, думаю, что в принципе, куда тогда все это выведет, вот во время карантина мы, например, до карантина у нас был подготовительный период. Да. С карантином он углянился. Да. И закупы уже, наверное, не сменение. Нет, ничего этого не было, но у нас, например, он увеличился этот, как его подготовительный период, и мы смогли лучше подготовиться. в плане, например, режиссер... Больше продумать, да? Да, режиссер с оператором-постановщиком, они прям даже заморочились, раскадровки сделали, даже там поняли какие-то, какие-то такие штучки, фишки, которые, возможно, если бы было, было бы меньше времени, возможно, может быть, было бы сложнее. вот так вот нам немножко даже на пользу пошел. Ничего как бы страшного такого мы не испытали, по крайней мере, наша компания. Мы как-то плавно потом зашли, и все. Ну, дай Бог, чтобы главное сейчас не закрыли. Да, да. Если сейчас закроют, вот это будет большая проблема. Ну, я вот, знаете, просто сейчас же различные слухи ходят, что в сентябре опять будет, что осенью. Я вот для нас поставил задачу, чтобы мы сняли до сентября. Все проекты сняли, в общем, июнь, июль, и август. С одной стороны, ну, и как бы постоянно привычка видеть во всем свои плюсы. Я подумал, что, может быть, сериал осенью будет показывать, его будет выше рейтинг, потому что... Да, 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 все будут сидеть дома. Ну, это, конечно, плохая такая мысль, вот, но я подумал, ну, есть же все-таки вот этот пункт в договорах, да, ну, в нашем с вами случае, при нашем с вами заказчике есть договор, есть пункт договоров, в котором нужно достичь и сейчас в такое непонятное время, что будет со смотрением, оно может даже и лучше, может быть, хуже. Да, может, хуже, да. Ну, там же есть еще информационная повестка, да, а если что-то произойдет, может быть, люди не будут смотреть сериалы, например, они будут смотреть телевидение, но будут смотреть новости только. Новости, да. Да, это что же на нас всех повлияет. Хотя, говорят, телесмотрение, например, увеличилось за это время, да, именно телесмотрение, не интернет. Да, телесмотрение точно увеличилось, но просто там же, знаете, там балапан растет там по-большинному. Нет, просто к тому, что именно во время твоего сериала, возможно, понимаете, ну, там, например, вечером, ну, дай бог, что вечером нам поставят, там, не знаю, там, шокирующие новости на своем канале будут, которые там, не знаю, какие-то новые сводки, и так это будет происходить постоянно. На это мы никак не можем повлиять. Да, и как бы единственное, что я тоже сказала, что мы должны, значит, закончить все свое производство как можно раньше, чтобы не попасть в эту вторую волну. Вот. А так, в принципе, ничего. Понятно. Хорошо. Шулпан, большое спасибо, что вы пришли, спасибо большое за этот разговор. Я думаю, что нужно сделать так, чтобы он был не последним, потому что, наверное, я вот так планирую, что мы вообще все будем, как сказать, не более массовым каналом, а еще более будем углубленным и пытаться обсуждать какие-то вещи из нашей индустрии. Но вот спасибо за этот разговор, за наше, скажем так, первое знакомство с нашим зрителем. Вот. И я желаю, чтобы во съемке все прошли хорошо, и мы со всеми нашими ребятами, которые и ваши, и наши. Да, да, да. И все это как бы прошли, получили деньги, чтобы все люди смогли заработать. Ну и зрители наши смотрели наши проекты, которые мы стараемся делать как можно лучше. Вот. Спасибо большое. Вам спасибо большое, что пригласили. Вот. Надеюсь, что хоть что-то было полезное из данного разговора. И вот еще хотела, знаете, что сказать? Мечта у меня вот такая есть. На Алтае хочу снять фильм. Если вот снимать фильм... На нашем или с той стороны, с российской? С российской. Вы были на Алтае? Я был с нашей стороны, где белуха. Я поднимался высоко достаточно, но на нашу сторону. Ну, был на Язевом озере, видя вот эту вот Шамбалу, как бы. Но в российской, с российской стороны не было. Вот вы съездите с российской стороны еще. Да. Там, конечно, это удивительное место. И я не знаю, это вот... Вы мне задали вопрос про фильм, и он у меня почему-то здесь сидит. А, понятно. И вот я сейчас решила все-таки... Давайте зафиксируем сразу про это. Знаете, это же интересно потом, ну, как фотографии, только видео. Расскажите про фильм, который там снять, в этих локациях. Это что-то вообще невероятное, конечно. Я считаю, что это место силы какой-то. Потому что это настолько там чистая природа. Есть еще такие прям места, где вот люди особо не ходят, не ходили. Вот это вообще, конечно, прекрасное место. У вас в голове сразу не скрываются все эти цифры по экспедиции? Все это вскрывается, к сожалению, да. Я вот еще и к вопросу о миллионе-то. Если все-таки кто-то смотрит... Если все-таки кто-то захочет мне миллион дать, я знаю, как его потратить. На Алтай поедем снимать. Да, по крайней мере, мир увидит эту красоту. Да. Понятно. Хорошо. Спасибо большое. Вам спасибо. Это был видеоблог серийный продюсер. Меня зовут Николай Пак. Подписывайтесь, если вам это нужно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok